всем привет наши дорогие хочу ответить вам на ваши комментарии просто времени не хватает каждому написать большинство комментариев спрашивают что света к нам едет жить она едет сюда на постоянное место жительства мы будем приобретать ей жилье и она уже будет жить в своем жилье и но рядом с нами на данный момент они конечно будут у нас пока будет происходить так покупка дома пока оформление и все остальное пока они будут конечно у нас вместо нам на всех хватит в тесноте да не в обиде я это уже тоже несколько раз говорила потому что у олечки как у олечки у юлечки сейчас уже готова отдельная комната хотя она конечно в черновой работе но уже как бы вновь ней также жить можно у нас своя комната у мальчишек своя комната но у нас еще есть кухня кухня у нас большая поэтому детки будут с детками в комнате ну а кто-то будет на кухне как говорится поместимся главная крыша над головой есть мы вообще ехали в составе 7 человек сумками с одними с баулами кто конечно видел наши начальные видео как мы уезжали как мы приезжали мы вообще ехали в неизвестность мы покупали дом дистанционно можно сказать только по видеосвязи через 20 нам показали дом там территорию и все мы ехали в неизвестное место где нет знакомых друзей чужим людям а наши едут они едут уже домой можно сказать в семью к родным близким поэтому ему уже переживать и нечего о том что я сказала семья наша будет составлять уже теперь здесь эти человек это я имела ввиду не на постоянно а то что сейчас на данный момент нас будет десять человек и что мы посадим усадить картофель на две семьи я имела ввиду в чем просто не сказала все основное мы думали что она приедет с мужем и им тогда можно было подобрать частный дом потому что мужская сила в доме она нужна как ни крути но так как получилось что света едет одна с ребятишками без мужа саша у нас один мужчина глава семьи нашей 1 1 разрываться на два частных дома с территории участка как бы это будет тяжеловато поэтому мы либо будем искать частный дом с минимальным участком земли либо это будет квартира поэтому мы будем садить картофель на две семьи урожай и светочка будет также нам помогать и и ребятишки будут участвовать поэтому все будет хорошо главное было бы желание остальное все будет и дальше в комментариях спрашивали у оли будет комната конечно оли будет своя комната мы будем делить в дальнейшем кухню а кухню себе будем пристраивать никто не останется так что у кого-то будет а у кого-то не будет небольшие но будут у всех так в комментариях еще что же было вот с головы все повылетало так что там было еще в комментариях на что я забыла ответить все забыла сходила за листочком думаю чтобы не забыть ничего хотела еще рассказать с вами поделиться я знаю что о чем я сейчас буду говорить то есть те люди знаю точно что будут нас смотреть реклама других каналов мы не берем никакие денежные средства за то чтобы прорекламировать какой-то канал последнее время стали очень много к нам обращаться чтобы мы прорекламировали но как бы канал чтобы как увеличить подписчиков но получилось как я пишу о том что мы прорекламировали один канал мы и самого начала вместе начинали общались и получилось так что человек ожидал большего прихода подписчиков а пришло очень мало и конечно человек остался этим недоволен мы не можем давать гарантию о том что с нашего канала очень много придут они обижаются говорят вы не хотите делиться своими подписчиками да у вас не интересный канал вы зазнались корону на голову одели всякое всякое пишут поэтому я обращаюсь к вам я прорекламирую ваш канал но я не даю вам гарантия о том что к вам придут колоссальное количество зрителей будут вас как бы смотрите конечно кто-то придет кому-то понравится но не стоит так агрессивно к этому относиться и но не настолько всегда получается если бы я часто бы загружала бы видео я бы конечно вставила бы ваши превьюшки ну как познакомила вас как с вашим каналом вставила бы ссылку на ваш канал но чаще всего видео загружает саша поэтому он во многие моменты как бы не касается он загруз монтировал загрузил отправил либо я там вот он мне говорит там все вот монтирую видео то есть и все все готово и отправлять поэтому обижаться на нас не стоит и не нужно говорить о том что мы там зазвездились и блогеры какие-то там стали мы абсолютно простые люди мы показываем свою жизнь как она есть и не короны на головы на голове нет у меня вот косыночка самодельная поэтому даже может быть вы подумаете что я съязвила абсолютно нет этой так чтобы немножко поулыбались просто я предупреждаю о том чтобы ну вы потом не говорили что плохо как-то прорекламировали или как-то неудачно и пожалуйста ну не обижайтесь на нас и ну не лейте на нас грязь мы абсолютно вот абсолютно простые мы прорекламируем ваши каналы поэтому и никаких денег нам не надо спасибо мы сами заказывали рекламу 100 тысячного канала мы оплачивали и к нам состоять тысячного канала пришли 200 зрителей ну где-то 200 200 может быть там 20 где-то так поэтому с нашего маленького канала я не даю вам большую гарантию всем остальным я желаю всего самого наилучшего отличного настроения всего самого позитивного чтобы часто улыбались не было никаких нюансов никаких проблем чтобы они быстренько если появлялись быстренько исчезали мы вас любим обнимаем смотрите какой у нас сегодня будет день я иду сейчас на огород мне там нужно подготовить место площадку под кабачки а дальше я вам все покажу Season 2 Субтитры подогнал и субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Закончила пропалывать, Олечка мне помогала, траву убирали. Хочу показать вам нашу капусту в мини-теплице. Она уже хорошо на рассаде подросла и можно будет уже ее рассаживать. Хочу показать, как мы пропололи наш участочек. Мы его подготавливаем под кабачки. Бассейн будет мыться, убираться и заново здесь все помоется, приберется, потому что были дожди. Естественно, бассейн грязный. И воду с него мы на полив берем на плодовые деревья, на малину, смородину, где на картофель. Вот пока, чтобы его не просто слить, потому что мы же наливаем воду через счетчик, а уже разольем. Да и погода как бы не сильно жаркая стоит и уже, по-моему, чистую воду нальем, нагреется и будем дальше купаться. Картофель у нас здесь вот в траншеи, которые посажены под соломой. Но, если честно, я не очень-то довольна. Не знаю, конечно, какая будет у него плодоносность. Но пока она вот такая маленькая здесь стоит. Здесь вообще есть местами только-только, которые сходили. Здесь вот так же маленько, видите, у нас тут местами картофель взошел. Это, который от бывших владельцев на участке вот было. Но я не выдергиваю, окучиваю аккуратненько этот кустик. Ему здесь вот эту площадь пололи, получается. Еще не окучила. Тот куст окучил, а этот еще нет. Сейчас буду дальше продолжать это все делать. Ну, вот такая вот у нас картофель в траншеи. Мы думали, вообще она не взойдет. Ну, ничего, сейчас я так вот покажу повыше. У меня там Олечка стоит. Мы только закончили этот участок. Сейчас пойдем чай попьем. И пойдем дальше работать. Земля здесь, слава богу, не каменная, рыхлая. Хорошо прям, ну, трава, конечно, хорошо рвалась. Местами где-то корни пооставались. Но когда будем подготавливать уже или на лунки, или на траншеи, как на канавки делать, садить кабачки, уже эти корни поубираются. Так удачно все пропололи. За бассейном тоже вот все, где темно, это все вот мы пропололи, убрали. Сейчас корзины, леечки, скамеечки все здесь уберем. Этот участок мы тоже хотим полностью его убрать. Ну, его сначала скосят. На сено высушится. Соберем. А остальное я все хочу прополоть и подготовить этот участок дальше под посадки. Картофель у нас вот такой. Такая площадь. Пишут нам в комментариях, конечно, что мало мы посадили. Ну, на этот год посмотрим. И в комментариях вы пишите, чтобы мы еще подсадили картофель. Саша говорит, а что, давай, говорит, попробуем. Может быть, правда, говорит, успеет вырасти. Ну, посмотрим сейчас. Я так к Коле подойду, чтобы все расстояние вам показать. Ну, вот я уже показывала, что вот от того начала и вот до сюда у нас получается. И в капусте картошка растет. Взошла-то. На видео я уже говорила в прошлом, что у нас сломался мопед. Сломалось что у нас? Здесь вот где ножка получается, где заводится. Вот такая вот шестеренка, она надломилась. И сейчас мы поедем в Кавказскую, в строймагазин. Ой, в строймагазин. Магазин этих запчастей. Уже про этот ремонт дома и все про стройматериалы. Вот поедем в автомагазин. Надо купить вот такую запчасть, чтобы уже заводилось хорошо. Но Саша говорит, что это болезненно. Что у многих такое случается на мопедах. Что они хрупкие. Ну вот поедем, найдем. Саша сделает и будем ездить дальше. Так он, ну все работает у него. Все хорошо. Ну немножко вот. Небольшая такая произошла поломка у нас. Всем привет, наши дорогие друзья. Сейчас я вам расскажу. У нашего сынульки появился новый велосипед. Вчера произошла у нас такая ситуация. Ему мальчишки с ним не захотели дружить. Сказали, что он ездит на кастрюле с колесами. Папа, конечно, немного расстроился. Как Дима у нас тоже был расстроен. С ним не стали дружить, потому что у него такой вот велосипед. И Саша уже нашел, получается, знакомый, как знакомый в нашей станице, которые продали нам станок вот точильный, продали болгарку. И вот они продавали вот велосипед этот за три тысячи. А когда мы приехали, посмотрели, и они нам уступили его за две с половиной. Вот, Саша, купил сыну велосипед, и сынок у нас теперь доволен езде, да? Да. Ну, рассказывай. Да. Ну, что? Сколько у тебя там скоростей? Шесть. Я езжу на шестой. На шестой? Да. Он его помыл вчера, привел в порядок. Сегодня я еще его помыть. Сегодня еще будешь мыть? Я его уже. Доволен? Я его черком еще помыть. Доволен? Да. Ну, катайся на здоровье. Не грусти, главное не грусти. А друзья обязательно будут. Пойдем покатиться, катайся. Ну, прокатись, давай. Ребенок. Ну, все. Ярик у нас тут яйцо принес. Одно яичко, я думаю, что два нам снесли яичка. Потому что она долго сидела и на яичке сидела. Я думаю, что она... Когда я пришел посмотреть, она не сидела. Она подняла. Там ей одно яичко было. Она села потом, когда я ушел. Еще раз посмотрел. И... Я думаю, что она еще одно несет. А вот там вот одно отнесло. Ну, да. Дима никогда не нес яичко домой. А сегодня, надеюсь, еще одна курочка снесет яичко, и Дима тоже понесет яичко, наверное. Яйцо. Яйцо. Ну, все, неси в холодильник. Молодец. Покажу вам, какой у нас тут беспорядок со строительным материалом в детской комнате. Это все, что у нас осталось, получается. Все этот... ОСБ, наверное, правильно. Или как? Как оно правильно называется? Ну, вот это. Как? Гипсокартон. Ой, гипсокартон, а я сказала ОСБ. Это все нам пригодится. Мы сейчас вынесем туда, в летнюю кухню, где у Саши инструменты. Здесь все, пол подметется, уберется. Все аккуратно сделается. И будем расстилать здесь линолеум, чтобы он расправился. Сегодня им заниматься не будем. Он ночь полежит расправиться, чтобы, ну, как, разровнялся, выровнялся. И будем уже завтра застилать здесь пол. Вот так у нас тут сейчас все выглядит. Беспорядок, конечно, такой. Но это все нам пригодится. Каждый кусочек. Пошли заносить уже. Все освободили, все убрали. Сейчас я вам покажу, как они будут расстилать. Расстелили мы линолеум тут. Саша ходит, расправляет. Юля помогает. И Ярик. Сколько вот мы лишнего купили, потому что по наш размер мы не нашли. Два с половиной. Взяли вот трехметровый. Конечно, пришлось переплатить. Ну, что теперь уже? Подрежем все как ровно, чтобы везде все было. Вот такой у нас расцветка под ламинат. Да, Саша, правильно я говорю? Да. Под ламинат. Вот такой вот он. Он слишком большой. Большой. Ну, кусочки останутся, куда им пригодятся нам в хозяйстве. Тут прилетим куда. Сейчас полежит, расправится. И уже завтра Саша начнет его подготавливать. Жалко, что не было плинтусов, да, под свет под него? Закончились. Ну, в другом магазине найдем. Нашла всех своих детишек, потому что они просили, чтобы я без них не прощалась. В этом видео мы с вами попрощаемся. Еще раз скажу вам огромное спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.